Суть этой техники взята из энергетических упражнений, которым уже многие тысячи лет. Потрите свои руки. Попробуйте ощутить между ладонями, как будто у вас надут воздушный шарик. Это может не сразу получиться. Вы должны сконцентрировать свое внимание на ладонях и просто представить себе, будто между ними шарик. Энергетическое поле, которое окружает ваше тело, и если вы ставите ладони друг против друга, это поле как бы концентрируется здесь. Вы можете подвигать вот так этот шарик. Попробуйте его покрутить. Подвигать руками, как будто гармошка между ними. Возможно, вы ощутите вот эту плотность. Теперь, когда вы ощутили плотность, медленно раздвигайте руки, как это делаю я, и медленно раздвигайте. Когда вы так делаете, обратите внимание на ощущения в вашей голове. Когда вы раздвигаете руки, в голове должно что-то сжиматься. Когда сдвигаете, наоборот, в голове что-то должно расширяться. Это гимнастика для вашего мозга. Как я уже говорил, человек думает не мозгом. Мозг отвечает в основном за восприятие и переработку внешней информации. Но, конечно, это не значит, что мозг не участвует в мыслительной деятельности. Мыслительная деятельность ваша, Вся память, построение логических заключений, и в том числе открытие чего-то нового, творчества, производится вашим морфологическим полем, которое окружает ваше тело. Так вот, вот это упражнение гармошка, оно является своего рода гимнастикой для мозга. Это первый шаг к тому, чтобы настроить ваше морфологическое поле на определенную мыслеформу. Вы можете также попробовать, вот когда вы ощутите вот это сжатие и расширение у вас в мозгу, делать наоборот. Попробуйте сконцентрироваться на самом мозге и расширять или сжимать его. Поверьте, он умеет это делать, ему это нравится. Вы только должны уловить ощущения. Значит, когда мозг сжимается, руки раздвигаются. Вы уловите ощущения, как будто они раздвигаются сами. Когда мозг расширяется, ну как губка, представьте себе, вы умеете это делать, поверьте, вы просто попробуйте. Ваши руки будут сами сдвигаться. После нескольких дней тренировок вы сможете легко двигать мозгом свои руки. И вы убедитесь, что ваш мозг любит эти упражнения. Это гимнастика для него. Улучшается кровообращение, включаются резервы мозга, вступают в работу, просыпаются древние структуры мозга, которые отвечают, в том числе, и за сверхспособности. Делайте эту гимнастику каждый день. И ваш мозг будет развиваться одновременно с вашим морфологическим полем. Поскольку мозг и ваше морфологическое поле, в котором вы, собственно, думаете, они, несомненно, связаны. Далее. Вам необходимо транслировать мыслеформу вашей конечной цели в зеркало мира. И необходимо делать это эффективно. Естественно, вы не можете ходить с этой формой, мыслеформой каждый день, постоянно, и держать ее в голове. у вас есть еще другие дела, другие заботы. Но вы можете настроить свою мыслеформу как кинопроектор для трансляции вашей кинопленки. Для этого существует следующее упражнение. Я назвал это упражнение, но, скорее всего, это не упражнение, а техника. Я называю это генератор намерения. Значит, когда вы поработали с гармошкой, с шариком, активизировали между рук вот этот вот сгусток этой энергии, теперь встаньте прямо, спокойно, и начинайте делать подобные движения. Через несколько минут вы ощутите еще большую плотность между вашими руками. и теперь, когда вы ощущаете эту плотность и как бы сдвигаете и раздвигаете, как бы взбиваете такую воздушную подушку, обратите внимание на все ваше тело, на всю вашу энергетическую оболочку. Постарайтесь концентрировать внимание одновременно на энергетическом шаре между ладонями и на всей энергетической оболочке, которая вас окружает. Вы будете чувствовать, как будто бы то, что сконцентрировано между ладонями у вас, имеет связь со всем, что вас окружает, со всем вот этим вот полем. когда вы ощутили всю вот эту связь, как будто поле между ладонями сконцентрированное и поле морфологическое общее, начинайте произносить про себя или вслух мыслеформу, которую вы хотите воплотить в действительность. подумайте просто, чего вы хотите добиться, что вы хотите получить от этой жизни, начиная со здоровья, отношений в семье, кончая работой, успехами в личной жизни и, конечно же, ваша мечта. Произносите свою мыслеформу утвердительно. например, мой мир заботится обо мне. Это, собственно, техника амальгамы, о которой я уже говорил. Если вы хотите добиться больших творческих успехов, произносите тоже мыслеформы следующего содержания, допустим, как я уже говорил вам на своем примере, я блестяще выполняю свою работу. У меня мощный мозг, мощный интеллект. В мой мозг заложена программа на саморазвитие и совершенствование. Мой интеллект совершенствуется день от дня. С каждым днем он все мощнее. Я прекрасно справляюсь со своими обязанностями. Я блестяще делаю свою работу. Все, что я делаю, я делаю гениально. Я гений. Мне приходят в голову гениальные идеи и мысли. Я мыслю нестандартно, неординарно. делаю поразительные открытия. Легко решаю любые проблемы. Мне открывается суть вещей. Я все вижу как на ладони, все прекрасно понимаю. для меня нет ничего неясного. Я ясно мыслю и ясно излагаю. Помимо таких интеллектуальных мыслеформ вы можете задавать также мыслеформы на здоровье. Предположим, у вас что-то болит. не нужно концентрировать на этом внимании. Задайте себе общую программу на оздоровление. Повторяйте про себя или вслух мыслеформу. Мой организм очищается, обновляется и омолаживается. В чистом организме энергия чищет свободно. энергия восстанавливается. Мое энергетическое поле имеет идеальную форму. Энергия все приводит в порядок. Все органы работают как часы. вот это общая мыслеформа естественно сделает свое дело за вас. Поверьте, это гораздо лучше, чем ходить к докторам и принимать лекарства. если конечно ваша болезнь не сильно запущена. Организм сам справится с этой болезнью. Ну и конечно делая эту накачку своего морфологического поля вы должны произносить мыслеформу своей цели, своей мечты как конечный результат уже полученный. Совершенно не важно, что этого еще нет. Реальность будет подстраиваться под то, что вы транслируете. Таков закон. Ей некуда деваться, поскольку реальность это всего лишь зеркало. Оно отражает то, что вы транслируете в это зеркало. Какой образ? Вот этот генератор намерения, который настраивает ваш кинопроектор, вашу мыслеформу, рекомендую делать каждый день утром как гимнастику. 10-15 минут и вы зарядили свой кинопроектор на очень эффективную работу. вы можете идти заниматься другими делами, но ваше морфологическое поле будет излучать ту мыслеформу, на которую вы его настроили. Конечно, не следует забывать о виртуальной реальности, о виртуальной мечте, о целевом слайде. целевой слайд, картина, где цель ваша уже достигнута, должна быть в фоновом режиме постоянно. Вы должны вспоминать об этом как можно чаще, обновлять свой образ перед зеркалом. Вот тогда ваш мир стремительно понесется в пространстве вариантов к тому кадру, к той цели, которую вы хотите достичь. И ваша цель будет реализована независимо от того научным подходом вы занимаетесь к этой реальности или таким ненаучным метафизическим как я вам объяснил. м м м м м м м Продолжение следует...